МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в разных странах фиксируются вспышки заболеваний от новых возбудителей, сложно поддающиеся лечению, в их числе свиной и птичий грипп. Сегодня всю Европу лихорадит от кишечной палочки и шерихи околин. Откуда берутся бактерии и мутанты? Об этом в комментарии нашего эксперта Татьяны Александровны Божиковой. Божикова Татьяна Александровна, доктор медицинских наук, профессор, директор Института клинической микробиологии и инфекционных болезней, заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и вирусологии Северного государственного медицинского университета, член правления Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов имени Мечникова, председатель Архангельского отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, заслуженный работник высшей школы, Присуждена премия имени Ломоносова. Награждена медалью имени Амосова, орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Участник энциклопедии «Ученые России». Более ста научных работ, в том числе одна монография. В мае этого года Европу поразила вспышка острой кишечной инфекции. Она привела к заражению более двух тысяч жителей Германии. Очаги инфекции также отмечаются еще в 11 странах Европы. 26 больных скончались. И вот бактерия шагнула за пределы Старого Света. Первый случай заражения в США – смерть молодой женщины в Грузии от кишечной палочки Шерихия Коля. Маленькая, но смертельно опасная. Европа дрожит в страхе перед кишечной палочкой, поселившейся и путешествующей в огурцах. От инфекции уже погибли 13 человек. Все началось в Германии, но сейчас случаи заболевания отмечены еще в нескольких европейских странах. В США, в штате Оклахома, в больницу попали четверо детей. У двоих подтвердился диагноз кишечной палочки. Еще двое на обследование с похожими симптомами. По словам родителей заболевших детей, они недавно побывали в Германии. До сих пор не установлен источник заражения. Вначале все обвинения были в адрес консервированных огурцов из Испании. В кишечной инфекции, которая уже напугала пол Европы, виноваты ростки сои. Власти Германии утверждают, что наконец нашли источник заражения. И даже называют конкретную ферму, откуда бактерия начала свой путь по магазинам и ресторанам. Ну и хотя первый лабораторный тест эту версию не подтвердили, бобовый в Германии под особым контролем. Ученые в Германии подсчитали, что в последние дни динамика распространения инфекции изменилась. Рост заболеваний замедлился. Но успокаиваться европейцам все равно рано. Совет не есть сырые овощи остается в силе. К тому же источник заразы до сих пор неизвестен. На этих выходных лаборатория в Италии заключила, что причина, возможно, и не в овощах вовсе. Но другого научного объяснения до сих пор нет. Кишечная палочка известна очень давно. В основном это нормальная микрофлора организма человека и животных. Она обитает в кишечнике в основном. Может обитать иногда на коже. Но имеются и патогенные шерихи. И вот та шерихи, о которой говорят, это энтерогеморрагическая кишечная палочка. Она имеет несколько различных серологических вариантов. И выделяет гемолизин и также токсин, подобный дизентерийному токсину шига. И является достаточно патогенной. Попадая в окружающую среду, этот микроб может длительно сохраняться в окружающей среде на различных предметах. В частности, на продуктах питания. На любых. Это могут быть и мясные, и молочные продукты, и овощи, и фрукты. И так далее. И она является показателем фекального загрязнения окружающей среды. Любой продукт питания содержит и белки, и углеводы, и минеральной соли. И этого достаточно для того, чтобы размножаться. Она очень неприхотлива к питательным средам. То есть она на обычной питательной среде, если чуть-чуть немного есть белка, она будет размножаться. И они могли попасть из почвы, потому что в почву вносятся различные удобрения. В частности, вот у нас, например, используют навоз. А навоз – это испражнение животных, которое содержит массу биоорганических компонентов. И там могут содержаться и представители кишечного семейства, в том числе и обычная кишечная палочка. Кроме того, микроорганизмы могут попадать, когда попадают туда сточные воды. Тех же различные малоочищенные сточные воды от различных бытовых стоков и так далее. Германские ученые точно определили геном кишечной палочки, которая уже поразила в Европе более двух тысяч человек. Однако откуда взялась инфекция, до сих пор непонятно. И сегодня масло в огонь подлила Всемирная организация здравоохранения. Там заявили, что палочка может передаваться от человека к человеку. Медики разводят руками. Обычная инфекция поражает маленьких детей. Но на сей раз жертвами бактерий стали в основном женщины. Примерно из двух тысяч заболевших треть находятся в крайне тяжелом состоянии. Бактерии вызывают острую почечную недостаточность. Не у всех, но у многих. Отмечено, что женщины заражаются чаще мужчинам. Почему же так избирательны бактерии шерихия коля? Ну, женщины обычно очень любят сидеть на различных диетах. И когда количество растительной пищи, которую они употребляют, является основным доминирующим, то, естественно, они могут употребить и большое количество данного микроба с этой пищей, что вполне вероятно. И во-вторых, здесь есть еще один момент, что когда микробы в большом количестве попали, они, естественно, выделяются через желудочно-кишечный тракт и могут ретроградно подниматься через короткую ретру женщины, мочевой пузырь и дальше вызывать поражение мочево-делительной системы. Этот микроб может транслацироваться, то есть всосаться через слизистую кишечника и распространиться по всему организму. А, естественно, если он попадает в кровь, кровь дальше фильтруется через почки, и он может задержаться и вызвать уже гемолитико-уримический синдром и почечную недостаточность, от чего в основном и погибают пациенты. И большое значение, естественно, имеет еще и состояние защитной силы системы организма, иммунной системы. Вот почему чаще всего страдают лица старше 65 лет, у них тяжело очень протекает, и маленькие дети. Но энтерогеморрагическая кишечная палочка все-таки чаще всего вызывает вот эти вспышки, и большая часть заболевших – это взрослые, а не дети. И мы говорим вот об этом тяжелом синдроме, но он развивается не у всех. Любой возбудитель кишечных заболеваний может передаваться фекально-оральным путем. То есть, если человек, который готовит пищу или ухаживает, не соблюдает правила элементарной личной гигиены, не моет руки, перед приготовлением, то от него микробы могут попасть в пищу, там размножиться, и когда они недостаточно термически обработаны или вообще термически не обработаны, то возможно инфицирование. Вот таким путем называется контактно-бытовой путь передачи. А непосредственно от человека при разговоре о кашле и чкане этот микроб не передается. Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм бактерии Шерихио-Коли, являющийся возбудителем смертельно опасной кишечной инфекции в Европе, это принципиально новый микроорганизм, с которым медицина ранее не сталкивалась. В институте вирусологии Роберта Коха, говорят, что столкнулись с новым опасным штаммом, в котором соединили знакомая им палочка Коли и агрессивная бактерия из Центральной Африки. Последняя большая вспышка кишечной палочки в Европе была в 1996 году в Баварии. Она быстро вызывала у людей соответствующие симптомы. Новая инфекция по сравнению со старым штаммом в 2-3 раза более активна. Но самое страшное, она устойчива к действующей линейке антибиотиков. И об этом признаются германские власти. Что это значит? Это значит, что все те антибиотики, которые есть в системе в системе медицинской службы и Германии, и других европейских стран, можно горстями кормить, и ничего не будет. Нет ни одного живого организма, который бы не изменял себя. Если вид не меняется, то он деградирует и погибает. Микробы живут очень коротко. В среднем бактерии живут 20 минут, затем делятся пополам и дают потомство, и передают ему все свои признаки. И так как они хорошо размножаются, то они очень быстро передают все генетические признаки. Кроме того, у микроорганизмов, которые живут, допустим, в том же кишечнике человека или животного, или в окружающей среде, это микробезонос. Нет никогда одного вида. Там есть симбиоз различных видов микроорганизмов, до 500 и более. И они обладают способностью горизонтального переноса генов, то есть они обмениваются друг с другом в этой популяции различными генами. Если попадает микроб, который имеет резистентность к антибиотикам или к дезинфицирующим веществам, то он может передать этот ген обычной кишечной палочке. И когда попадают какие-то патогенные микробы, они тоже обмениваются. И в результате, став резистентным, ген резистентности встраивается всегда рядом с геном, который называется островок патогенности, характерный для всех энтеробактерий. Идет активизация этого гена патогенности, и микроб становится агрессивным. То есть резистентность к антибиотикам рассматривается как один из факторов усиливающих патогенность. Каждый год жителям планеты угрожают новые микробы. Вспышки заболеваний внезапно возникают и исчезают. В чем же причина появления таких новых инфекций? Столица Мексики стала очагом эпидемии неизвестной ранее формы гриппа. Число жертв вируса приближается к 60-ти. Еще тысячи находятся в тяжелом состоянии в больницах. О штамме известно крайне мало. В США и Мексике зафиксированы случаи заражения свиным гриппом. Сначала заболели животные, но потом штамм мутировал, стал передаваться людям. Соевая версия, в принципе, объясняет и причины таинственной эпидемии 15-летней давности в Японии. В 96-м году в течение месяца в больницы непрерывным потоком поступали пациенты с похожими симптомами. Чего ждать людям от нового вида бактерий, которых обнаружили британские медики? В английских больницах пациенты оказались инфицированы ранее неизвестными микроорганизмами. Перед ними бессильны даже самые серьезные антибиотики. 21-й век является тем веком, когда мы имеем высокую резистентность не только к антибиотикам, но и к различным антисептическим, дезинфицирующим веществам. И только 1% микробов является патогенным. 99% микробов являются полезными. И мы все время пропагандируем, что надо убивать все известные микробы. И в рекламе нам показывают наповал. Нет таких чистящих и дезинфицирующих средств, которые бы убили все микробы. Микробы все равно выживут. И сформируются, в конце концов, микробы-монстры, которые являются не только антибиотикорезистентными, но и дезинфектантно-резистентными. И вот с такими монстрами нам потом уже будет практически не справиться.